В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, без чего не обходится ни одна стройка, это смета. В гостях у нас генеральный директор компании «Догада» Александр Литвиненко. Александр Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Компания «Догада». Чем же она занимается? На этот вопрос я очень часто приходится мне отвечать, потому что всегда находится кто-нибудь, кто еще не знает нас. Хотя мы на рынке уже с 2003 года. На самом деле, этот бренд 2003 года. То есть уже 20 лет почти? Да. Занимаемся мы… Вот сейчас мы сформировали миссию. Это помогаем составлять сметы. То есть это очень непросто маленькой компании сделать свою миссию, чтобы она очень кратко выражала суть. И вот после многих лет поисков мы его все-таки нашли и поняли, осознали, чем мы занимаемся. То есть помогаем составлять сметы. Маленькая компания, вы говорите, сколько человек? 8 человек. 8 человек. И эти люди, чем они занимаются? Вот помогает составлять сметы. Каждый по мере своих возможностей. Помогать составлять сметы. Вот мне не совсем понятно, как это. Помогать составлять сметы. В моем понимании составить смету я пришла, заказала себе смету, мне ее составили. А здесь помогать. Значит, дело в том, что вообще потребность составлять сметы, она была осознана, как говорится, человечеством очень давно. Даже вот в Евангелии от Луки есть стих. Некто, желающий построить башню, должен сесть и рассчитать, будет ли у него средство, чтобы ее закончить. Чтобы не вызвать смех у других. То есть, смета – это не только финансовые затраты, это и время, которое потребуется на ремонт или на сооружение, или на строительство какого-то сооружения. И список материалов, которые необходимы, и их количество. То есть, вот даже если вы ремонт делаете в квартире, вы все равно должны будете измерить свои стены, прикинуть, сколько вам нужно будет. Или пойдете в салон, и вам помогут это сделать. А если там специальные обои, еще что-нибудь, то вы поймете, что вам самостоятельно с этим не справиться. Еще там, может быть, еще какие-нибудь вы хотите интересные решения сделать дизайнерские. То вот вы приглашаете мастера, и он вам делает дизайн-проект. А этот дизайн-проект будет потом рассчитан, то есть, сколько это будет стоить, сколько это будет материалов вам стоить, и по времени, сколько это будет. То есть, если вот правильно составленная смета, она вот на эти три вопроса отвечает. Сколько материалов, сколько времени, и столько денег. Сколько денег, да. Ну, три основных вопроса. Ну, по сути, это ведь основной документ, наверное, при строительстве. Ну, это... Один из основных. Ну, вообще называется он, это официально проектно-сметная документация. То есть, куда входит сам проект, то есть, это вот, да, ну, проект, понятно, то есть, тут же пояснение, я думаю, не нуждается практически, да, знает все, что такое проект. Потом смета непосредственно и календарный график, который позже тоже можно делать на основе этой сметы. То есть, иногда он входит в состав. Ну, там еще есть масса других документов, но мы специализируемся именно в том, что помогаем вот тому специалисту, который делает расчеты, автоматизировать его труд, облегчить его и сделать это быстрее. А почему именно помощь при составлении сметы? У нас же есть, наверное, специалисты, ну, я не знаю, как они называются, сметчики, в каждой компании прораб. Издавна, даже в советское время, были в каждой серьезной организации, в строительном управлении, там, в проектном институте, была такая группа, там, назывались они там сметчики. Да, но в крупных организациях сметы эти делались на ЭВМ, вот, то есть, в последнее время, я имею в виду, конечно, уже последние года, да, на ЭВМ делали. Мелкие делали это или вручную, или вот буквально пол, палец, потолок. Как у нас, ну, вот была такая, это сами строители, которые занимались вот маленькими ремонтами, вот, таким мелкими работами. Они вот буквально так говорят, пол, палец, потолок. Ну, что он пришел, посмотрел, оценил, еще и клиента оценил. Ну, то есть, никакого ценообразования, фактически, а вот, как бы, вот, от ветра души своей, да, от ветра головы своей. А в крупных организациях всегда были такие специалисты, и они всегда делали расчеты. Ну, когда в 2000-х годах уже появилась, так называемая, ну, нормативная современная база, где были прописаны, вот, все работы, и сколько она будет времени длиться, сколько она будет составлять, какой перечень материалов она должна использовать, и какие механизмы должны использовать, и все это можно рассчитать, и то это все это было, ну, предусмотрено, то вручную это сделать, ну, было практически невозможно. Хотя пытались там поначалу, когда не было еще вот распространенной сметной программы, именно такого для широкого пользования, да, пытались там что-то в Excel-е особенно продвинутые делать. Ну, как только появилась вот именно сметная программа, это буквально в начале, у нас это появилось в начале двухсотых, двухтысячного года, да, в начале. То есть мы уже в 2002 году осуществили первую поставку программы Грандсмета, которую мы в попытках найти вот инструмент, который бы помогал сметчикам, потому что был запрос отнизу, это не то, что мы вот сидели и решили, чем же нам заняться, а вот возьмем-ка мы будем продавать такую программу. А снизу была такая потребность, да, была такая потребность, дайте нам инструмент, которым мы можем делать такие расчеты. Ну вот, мы достаточно быстро нашли. Такой продукт. Такой продукт. Как раз там была строительная выставка, приехали сюда московские представители, вот, разработчики непосредственно программы Грандсмета, и мы, так сказать, и на выставке узнали друг о друге, и очень быстро познакомились и начали работать. То есть я правильно понимаю, что компания Дагада, она занимается, ну, не продажей, представлением, скажем так, программы Грандсмета, то есть которой пользуются уже сметчики непосредственно. Да, да. Кроме того, раз программа, значит, нужно ее, как говорится, поставить, нужно ее в некоторых случаях настроить. Еще объездников пользоваться. Обучить, и, конечно, обучить, потому что, когда только мы начинали, что некоторые сметчики, они вот с нашей помощью осваивали просто компьютер. То есть были уже достаточно возрастные сметчики, опытные, но они с компьютером очень мало имели общения. Или некоторые вообще приходилось, вот, ей покупал руководитель компьютер, вот тебе сметная программа, ну-ка, давай осваивай. И вот тут наши специалисты как раз и помогали. А кто ваши клиенты? Клиенты – это не только сметчики, как оказалось. Мы тоже сначала думали, что это будут просто сметчики, вот, которые всегда этим занимал. А потом оказалось, что смета нужна даже и всем крупным предприятиям. Потому что крупное предприятие, значит, есть какая-то потребность в ремонте. Может быть, в строительстве нового цеха, там, или еще что-нибудь, или помещение отремонтировать. И все это надо считать, потому что… Ну, это хозяйственная деятельность, она нуждается в каких-то таких путешествиях. Да, даже простая хозяйственная деятельность, если достаточно серьезная организация, она вынуждена делать даже для себя внутренние сметы. И оно так вот сейчас и идет. Покупают все, кто вынужден или хочет поставить вот эти вот все свои потребности, и автоматизировать, и удобно это все сделать. Чтобы потом было и акты, и сама смета, чтобы все ничего не терялось, все это можно было вытащить из компьютера и при необходимости предоставить там проверяющим органам. Даже акционерное общество, у них же есть, как говорится, свой контролирующий внутренний орган. Они тоже отчитываются перед акционерами. В банках это нужно, потому что человек хочет построить дом, он говорит, ну, принеси мне смету. Смету, да. Почему ты оцениваешь, что тебе 5 миллионов надо? Ну, вот покажи, на основании чего. Они тоже лишних не... Зачастую банки прямо требуют сметы. Но не везде, правда. То есть некоторые там как-то обходят этот вопрос. Но это уже не наша тема. А как же вы тогда этому всему обучались? И откуда вы черпали эти... О мере необходимости. То есть чтобы кого-то научить, нужно ведь разбираться в этом самому. Ну, а вы были первые по факту. Изначально разработчик нас настраивал на то, что вы не должны быть сметчиками. Вам нужно дать инструмент и научить его пользоваться. Мы по помощи разработчиков и делали это освоение, осваивали этот продукт. То есть отсылали в Москву даже на учебу специально. Кроме того, помимо простой сметно-строительной работы, на ремонтно-строительной, монтажной работы, как говорят, да, строители, стоимость проекта тоже, оказывается, на стоимость проекта тоже составляется смета. То есть вот чтобы построить это здание, сделать проект этого здания, оно будет стоить сколько-то денег. Чтобы проектировщики понимали, сколько им требовать, заказчика, это тоже рассчитывается. Это еще один вид смета на проектно-изыскательские работы. И этим мы тоже по потребности наших клиентов стали заниматься не сразу. То есть мы долго приглядывались к разработчику и нашли вот такого разработчика, это группа компании Адепт. И со временем, буквально в тот же год мы отослали специалиста, который прямо обучался там и вот уже приехал и начал у нас здесь, из своих сотрудников, и начал уже не только ставить, и прямо обучать, и пользоваться программой. И сейчас это достаточно опытный специалист именно по созданию смет. То есть это один из опытных в нашем крае. Знаете, что интересно? Вы мне об этом всем рассказываете с таким увлечением. Я человек далекий от сметы. Я вообще не технарь, начнем с этого. Я типичный гуманитарий, да. Но вы об этом так увлеченно рассказываете, как будто для вас это целая жизнь. Как будто для вас это... 20 лет это есть часть, существенная часть жизни, конечно. То есть это ваше любимое детище, и вы в него вложили достаточно много сил, я так понимаю. Мы старались. Мы старались, и весь наш коллектив старался. Поэтому определенные успехи есть. А какие успехи? Ну, можно сказать так, что практически все крупные объекты частично или полностью были осмечены или спроектированы с использованием наших программ. То есть вот Грандсмета и АДЭП-проект. И сейчас, что касается проектов, то да, особенно если это бюджетный проект, то они все проходят экспертизу. И проектную экспертизу, и сметную экспертизу. То есть все они делаются только в этих программах. И большая часть это наши. Это те, кому вы или обучили, или те, кому мы продали, или которых мы продолжаем сопровождать, обновлять. Потому что у нас ценообразование, оно не стоит на месте. Минстрой у нас такой орган, который занимается, так сказать, разработкой нормативов для строительства. Он очень активно работает и скучать с мельчиком не дает. И нам тоже. Что за объекты? Приведите какие-нибудь примеры, крупные объекты. Я не знаю, может, к самому толпе. Вот мост отсюда у вас видно. А, у вас отсюда. В студии в нашей нарисованной мост. Вот мост. Да, любой дом возьмите, тот, который устроился, на бюджетные деньги или ремонтировался, там все равно есть часть этого, часть работы, которая выполнялась с помощью этих программ. То есть любой, любой ремонт, школы, вот у вас недалеко тут есть колледж, там тоже, им деньги не выделяются, пока они не предоставят необходимую документу. Единственное, что они либо это делают своими силами иногда, а иногда просто нанимают специалистов, и он им это делает. Все, что видим. Все это построено будет. А поскольку у нас еще остался такой большой пласт, как вот малый строительный бизнес, это буквально иногда, вплоть, чуть ли не, иногда и один специалист, иногда это бригада, но они помогают всем нашим горожанам благоустраивать, ремонтировать, а иногда и строить там домик, баньку, беседку. И им тоже нужно рассчитывать как-то, сколько это будет стоить, сколько же с клиентов взять, чтобы, как говорится, и самим не пролететь, и чтобы все сделать так, как надо. И клиент все-таки это купил. Да, и чтобы клиент понимал, что это не пол-палец потолок, поэтому вот пришлось сделать, так сказать, ну, вернее, сделали это не мы, это еще делала ассоциация Властера, но вот в 16-м году они нам, этот справочник, назывался он Владивосток строительный, где были как раз расценки на ремонтно-строительные услуги. То есть, где мог любой человек, даже вот обыватель, как говорится, немножко посидев, прикинуть, сколько у него будет стоить вот постелить новый паркет, или это сделать ламинат, или прочее, то есть, хотя бы ориентировочно. Потому что все равно ремонт сейчас, вот, со временем становится все сложнее, и так вот, чтобы прямо точно посчитать, к сожалению, как правило, не удается, потому что фантазия наших дизайнеров, людей, она, говорит, не знает границ, есть только одна граница, это финансовые возможности и трудовые, и время. Да, по себе, да. Ремонт это такое дело. Вы наверняка делали. Конечно, я сейчас в стадии ремонта. Вот. А вот если бы я к вам пришла и сказала... Значит, первый шаг это дизайн-проект, конечно. Дизайн-проект, это вы можете даже сами, как правило, вот этот самый, пользователи сами, ну вот, обыватель сам что-то себе изобретает, зачастую. Хотя иногда и делают при помощи дизайнера, да, но вот после того, как у вас есть дизайн-проект, это нужно выбрать еще материалы под этот, да, это вы тоже, в принципе, можете сделать, но вот количество, сколько их будет стоить и время, это вот можно будет посчитать, собственно говоря, при помощи этой сметы. То есть, если вы даже сами этим, ну вот, некогда вам этим заниматься, просто тогда приглашаете вот такие маленькие бригаду, одну пригласили, сколько это будет стоить, сделайте мне смету, пожалуйста. То есть, не просто так, что это будет стоить примерно там 30, да, а именно вот смету сделайте, чтобы было на листе, чтобы я мог понимать, за что я буду платить. Имею законное право, правильно же? Конечно. И один пришел, один, как говорится, подрядчик пришел, потенциальный, второй, третий, у каждого есть смета, вы можете потом, при желании, или сами, задача с этим, потратить чуть-чуть время и просто проверить ихнюю смету, вот при помощи такого справочника. Тем более, что у нас все есть, вот он в бумажном виде, а есть для удобства в электронном, в электронном, да, формате Excel. То есть Excel сейчас уже практически все знают, поэтому при желании не составит такого уж прямо гигантского труда все это проверить. А как показывает практика, вот у нас даже наш, как говорится, семейный друг делал себе, когда затеял себе ремонт, вот он так и сделал, а потом взял и при помощи справочника посмотрел, сколько же это самое. Хотя он даже сделал это немножко, поскольку занятой человек, мы ему нашли смейщика, который проверил, поставил работы те, которые написали и осметили, как сказать, подрядчики и который, вот он из нашего справочника. В результате он где-то процентов 15, по-моему, сэкономил. Вот так. Да, хотя некоторые, у некоторых даже еще было выше, то есть у некоторых еще выше. То есть кастинг среди подрядчиков, тоже это приветствуется, это в случае, когда делается для себя. Ну а кто может вот к вам обратиться? Это именно смейщики, это именно там бизнес какой-то, это владельцы каких-то предприятий? К нам обращаются, конечно, в первую очередь из, за программой именно сметной, гранд сметы, обращаются, конечно, те, которые делают это все по-серьезному. Вот. Или хотят на этом, хотят посвятить этому свою деятельность, то есть стать специалистом. А сейчас специалист-смейщик без программы, он, ну как бы, как без рук. Как без рук. Это все равно, что бухгалтер без, не то, что без калькулятора, без компьютера и без, без бухгалтерской программы. Это точно так же. То космейщик должен еще и знать не просто эту программу, но он знать должен еще техпроцессы. Поэтому там, тут мы тоже можем помочь, потому что у нас есть система техэксперт, то есть мы тоже можем предоставлять и устанавливать, где описаны техпроцессы. Есть программы, допустим, у него нет черчежной программы, но мы можем предоставить такую программу, черчежную. Я уже не буду называть вермы, поскольку это эти названия, чтобы не быть побочной рекламы создавать. Но они есть, и мы можем это предоставить. То есть это комплексное? то есть у нас комплексное обслуживание, поэтому вот этим мы, собственно говоря, отличаемся, может быть, от других, которые просто могут программу продать. Обучение происходит тоже по каким-то определенным программам? Обучение у нас, скажем так, три направления у нас есть. Для начинающих два направления. это по Грандсмете, то есть освоение программы самых основ. Для чайников. Да, для чайников. То есть вот есть компания, есть у них желание заниматься по-серьезным этим делам, они покупают программу, и вот либо они выращивают в своем коллективе, сметчика, значит, его отсылают к нам, и он проходит обучение. Проходит. У нас начальное обучение всего три дня, а некоторые удивляются, а что так мало? Мы даем именно начальные навыки, самые основные. А вот основное, основное, это уже, как говорится, непосредственно практика освоения тех процессов, тех процессов, это уже на совести, как говорится, там, главного инженера в предприятии или кто там еще будет этот вопрос курировать. А сами принципы, они, это достаточно время для того, чтобы самые основы дать. И второе направление, это те, кто хочет или из проектировщиков научиться составлять сметы правильно, чтобы они могли потом на проектной работу, чтобы они могли пройти экспертизу, либо того, чтобы просто уметь посчитать. Потому что зачастую раньше, когда проектировщики оценивали свой труд, они, как оказалось потом, они просто немножко недооценивали себя. Ну, казалось, что вот столько, а когда начинался сам процесс проектирования, оказалось, что это гораздо тяжелее, тяжелее и стоит больше. И поэтому потребность вот такой программы она очень стала со временем осознаваема. То есть мы долго пропагандировали эту программу. То есть мы участвовали на всех строительных выставках и там были презентации вот этой сметной программы. Ну и гранд-смета и проектной поскольку не все проектировщики даже знали, что есть такие программы, которые именно могут оценивать их труд. Потому что это такая вещь как-то не всегда материальная вроде бы. Материальная потом чертежи. А материальная все равно это же в копеечку тоже потом выливается. поэтому все у нас такие серьезные проектировщики они уже имеют эту программу. Не все они могут себе позволить ее там постоянно обновлять. Потому что вот когда у нас был саммит и были очень большие надежды, что проектные проектировщики у нас хорошо на этом поднимутся. Но получилось так, что зашли очень много как говорится иногородних. то есть там были очень много компаний было проектных из Москвы и из других регионов. И они все составили очень большую конкуренцию нашим местным. И не все это смогли как говорится пережить. Поэтому удар был очень сильный на самом деле. Это мы сразу почувствовали. Ну делаем какой вывод? Компания Дагада она предоставляет такую платформу как Грандсмета назовем ее платформой. Приобрести ее могут те, кто занимается сметой непосредственно, те, кто занимается бизнесом, те, кто хочет так или иначе заниматься своей хозяйственной деятельностью. Так? Я все верно говорю? не тот, кто хочет свою профессию и стать сметчиком. Потому что сметчик это же человек работающий в этой программе он может работать и дома. То есть это как раз из тех профессий одна из тех профессий, которая позволяет фриланс очень легко. И вот когда даже была пандемия многие сметчики просто сидели дома и работали. Даже в серьезных организациях. не останавливались. Да, потому что действительно у нас практически ничего не останавливалось. Насколько я понял из этих самых работали, продолжали, только делали это все дома. И очень замечательно. А некоторые вырастают до того, что они просто уходят из компании и становятся на полном фрилансе. То есть с серьезными специалистами, что им только приносят заказы, они делают сами. И в этом случае они покупают и обновляют все это за свой счет. И это да. У нас таких не так много, но это есть. Задам последний вопрос. Интересно название. Ну он такой же лирический, компания Дагада. Но там какая-то интересная история с этим связана. Ну конечно. Потому что когда мы только начали осваивать, входить в ценообразование, мы естественно познакомились по технической литературе с такими опытными специалистами в этой области. один из них это Горячкин. Павел сметщики большинство его хорошо знают, потому что он даже приезжал к нам. То есть это такой наверное самый опытный специалист скажем так из известных по России в области ценообразования. Он и сам разрабатывает расценки, он активно консультирует и сейчас много делает. Сейчас по стране сейчас он вернее делает веб-семинары, то есть где консультирует, рассказывает о новшествах и консультирует. И вот у него есть такое выражение, высказывание, что смета это расчет, основанный на догадке. Ну вот поэтому догадая это очень в тему оказалось, как ни странно. Ну что ж, я тогда желаю вашей компании процветания. Регион у нас активно строится. И будет еще активнее строиться. И будет еще активнее строиться, да. Поэтому я думаю, что уж вы без работы точно не останетесь. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить» и сегодня мы говорили о помощи в составлении СМЕД. В гостях у нас был генеральный директор компании «Догада» Александр Литвиненко. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров Редактор субтитров